Очень много шума наделали в мусульманском и западном мире, оскорбительные заявления президента Франции Макрона, а также последовавшая за ними череда атак и нападений на жителей Франции и затем уже австрийской столицы Вены. Однако ситуация в том, что мусульмане не верят в то, что сами жители или выходцы из мусульманских стран планировали эти операции, эти нападения, эти атаки и преднамеренно, питаясь ненавистью к христианам и иудеям, совершали эти нападения во Франции на церковь, а в Вене в районе иудейской синагоги. Я на Федеральных каналах уже заявлял, что если бы мусульмане дышали ненавистью испокон веков и жили бы этой ненавистью к христианам и иудеям, то почему они тогда в первую очередь не совершают нападения на территории самих мусульманских стран? Ведь в Иране, в Турции, в Марокко, в Иордании, в Сирии огромное количество иудейских и христианских общин испокон веков жило, и испокон веков они жили в мире и под защитой мусульман в добрососедских и крепких отношениях. Не говоря уже о том, что в истории огромное количество примеров того, как мусульмане уважительно относились к христианам и иудеям, ведь министром по налогам у праведного халифа Умара был христианин Серджун бен Дамаскин и его сын православный святой Иоанн бен Дамаскин. У халифа Кордовского советником был иудей Хаздай бен Шафрут, а величайший иудейский еврейский мыслитель Моши бен Маймонит, именем которого назван Еврейский институт в Москве, жил и работал как раз таки в Андалусии и в государстве Аль-Махадов, Аль-Муахидун, по-моему, на сейву Африку. Я уже не говорю о словах самого пророка Мохаммада, мирного благословения, и об аятах Корана, которые однозначно и твердо утверждают уважение мусульман по отношению к людям писания, ахлюль-китаб, к иудеям и христианам. Поэтому мусульмане не верят в то, что за этими нападениями стоят именно люди, дышащие вековой ненавистью к христианам и иудеям. Мусульмане убеждены, что подобные жесточайшие нападения, которые отбрасывают мусульманскую общину Европы на много лет назад, могут быть инициированы в качестве кровавивших, жесточайших провокаций, влиятельными спецслужбами. Ну подумайте сами, зачем мусульманам Франции и Австрии совершать их нападения, если они в итоге потеряли все прежде завоеванные позиции. Они потеряли доверие обществу, потеряли доверие властей. Чеченцы Франции, которые были на подъеме после Дижона, после того, как они смогли сообща наказать наркоторговцев и заслужили высочайшие похвалы самых известных во Франции людей, они сегодня отброшены назад. Их организация, с помощью которой они работали и защищали свои права, общественная организация, она сегодня запрещена просто, необоснованно, как бы вместе с водой выплеснули ребенка. То есть запретили умеренную организацию, общественную, которая вполне в законном поле работала. Сегодня многие чеченцы, многие мусульмане не смогут находить работу. Сегодня многие мусульманки в странах Западной Европы будут подвергаться нападениям, протеснениям и выдавливанию из тех сфер, в которых они уже успели появиться. Это сфера образования, это, возможно, даже офисная работа и так далее. Сегодня ко многим детским садам и школам мусульман будут относиться с подозрением, зачем мусульманам Франции, Австрии и других европейских стран совершать эти чудовищные нападения. Я убежден, что за современным терроризмом под личиной ислама стоят три фактора. Первый – это полное уничтожение государственности в таких странах, как Ирак, Сирия, Йемен и Ливия, что привело к рождению огромного количества, миллионов обездоленных и ожесточенных людей. Это как раз питательная среда для привития и распространения радикальных экстремистских идей. Второе – наличие сильных спецслужб. Без наличия сильных влиятельных спецслужб никакая крайняя группировка, дышащая радикальными жесткими идеями, не может превратиться в глобальное движение. Так вот, если появляются сильные влиятельные спецслужбы, они могут использовать этих ожесточенных, обездольных людей в то время, когда им это нужно. Просто открывая двери французских городов для тех или иных молодых людей с очень жесткими и крайними взглядами на них. Ну и, наконец, третье – это современные медиа, без которых, без глобальных средств нас в информации, распространение ужаса, совершенного во французской церкви или возле австрийской синагоги, не дошло бы до миллиардов зрителей и не напугало бы их, и не вселило бы в их сердца ужас. Поэтому современный терроризм, в том виде, как мы его знаем, стал возможен только во второй половине XX века с появлением влиятельных средств нас в информации. До этого Европа просто была залита кровью от бесчисленных терактов, которые совершали сепаратистские движения вроде Ирландской республиканской армии или БАСской организации ЭТО, или леворадикальными, праворадикальными группировками, или даже агентурой ЦРУ, которые совершали теракты, взрывы, а потом сваливали их на социалистические, коммунистические ячейки в Западной Европе, чтобы внушить страх и ужас европейцам перед красной угрозой. Я совершенно убежден, что сегодня то же самое повторяется. То есть от имени мусульман эти теракты совершаются, чтобы вселить страх и ужас в сердца европейцев. Какие цели? Первое – это остановить рост влияния мусульман в Западной Европе. После каждого теракта развитие мусульман останавливается на десятилетия. Второе – это поднять противостояние с Эрдоганом на новый уровень. Потому что сегодня Турция при Эрдогане набирает обороты, она начинает теснить Францию в Средиземном море при разделе Средиземноморского шельфа и добыче энергетических запасов. Эрдоган, Турция, поддержка Азербайджана начинает теснить Макрону на Карабахском фронте. Поэтому сегодня остановить Эрдогана – это задача номер один для Атлантического блока. Ну и, наконец, вселить недоверие опять в очередной раз на новом уровне по отношению к России. Потому что первое нападение на учителя во Франции якобы совершил чеченец. Во втором нападении на жителей Вены возле австрийской синагоги якобы тоже был причастен некий чеченец. Не названо, ему не назвали, но уже недоверие к чеченцам вброшено в массы. И вообще чеченский фактор Европы будет еще впредь долго разыгрываться для того, чтобы вселять в европейских элитах страх и недоверие по отношению к России. Поэтому, уважаемые единоверцы и представители других конфессий и общин, будьте бдительны. Мусульмане не заинтересованы в этих нападениях, и мусульмане должны первыми их осудить и удерживать свою молодежь от того, чтобы не попадаться под влияние крайних группировок. Потому что мы убеждены, что мы должны внести в мир добро, добрососедские отношения, уважительное отношение к каждой из религиозных и национальных общин. Потому что мусульмане – это сторонники мира, процветания и дружелюбных добрососедских отношений, как нас учил Всевышний и Пророк Мухаммад. Мира Моя Благословения.